Друзья, всем здорова! Вы на канале Никита Крылова. Я безумно рад вас всех приветствовать. Находимся мы в солнечной Барселоне, в Испании. И сегодня мы наконец-таки решили сходить в... Юля, да, я вместе с вами, Юлия Олеговна. Так, вместе с вами мы решили сходить наконец-таки в храм семейства Саграда Фамилия. Очень просто добраться до этого места. Есть одноименная станция метро. Вот. Поэтому... Ой, что-то такой медленный эскалатор, да? Поэтому заходим, доезжаем и все. Сразу на выходе из метро будет этот огромный, великолепный, величественный храм. Так, выйдем. Сейчас расскажу, как мы покупали билеты. Выходим и слышим звон. Итак, билеты мы покупали на официальном сайте. Очень красиво, конечно. Очень величественно, очень круто. Вот. А пошли в ходу на станцию. Официальный сайт. Есть QR-коды. Как скачать там приложение и зайти на официальный сайт. Но для того, чтобы не добираться сначала сюда, а сразу купить билет, просто напишите Саграда. Там официальный сайт. И все. Легко очень найти в гугле. Вот. Что важно? Покупайте билет заранее. Потому что мы сегодня пройдем просто вовнутрь, а можно есть... Есть билеты, когда можно еще подняться на одну из башен. Вот. К сожалению, мы не сможем этого сделать, потому что на ближайшие дни все раскуплено. Почему необходимо на официальном сайте покупать? Потому что там дешевле. У перекупов есть все. Любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Но там цена вопроса уже совсем другая. То есть иногда можно на 2-3 евро дороже купить, а иногда это и десятки евро. Я покупал официальный билет за 26 евро, потому что мне больше 30 лет. А Юле меньше 30 лет. И для нее стоило это все 24 евро. В общем, цена вопроса посещения 50 евро. На двоих. Все. Давайте сейчас погнали вовнутрь. Билет на определенное время. Ну, я думаю, сам все разберетесь. Если не хотите париться, то можно просто заказать денюки-экскурс и все. Вам все расскажут, все покажут, за вас переведут, проведут, все сделают. Стройка идет. Классическая картина. Ну, когда построят, не знаю. Но вроде есть даже какая-то официальная информация по сроках строительства. Я читал уже 26-го года. 26-го? Не верится. Ага, мне тоже не верится. Ну, да. Но говорят, что здесь очередь большая. Сейчас посмотрим, насколько она огромная. Это сторона Рождество, по-моему. Ага. А то... Свощая связь. Да-да-да, точно. А всего будет три стороны. Всего будет три стороны. Я еще слышал, что он будет еще выше. В общем, посмотрим. Строится? Да. Посмотрим, в общем. Так что? Я на самом деле с этим храмом. На самом деле. Сейчас будем все проверять. Небольшая очередь на входе. Посмотрим, сколько мы будем стоять. Дело в том, что присутствует, кроме того, здесь дресс-код. Вот Юля как одета, постоянно на ней говорят. Не так, не так. Но я прочитал, вроде как все нормально. Там главное, чтобы закрывала половину бедра. Вот. А у нее до колен лосины. Короче, не в коротком виде. Да, короче говоря, просто адекватно одеваться необходимо. Да и все. Каких-то жестких правил нигде не написано. Поэтому будем... Да, и мы не в пляже. А, единственное, кстати, знаешь, какие там нюансы есть? Типа, например, если ты будешь в какой-нибудь брендированной одежде. Например, ты пойдешь ради там рекламы чего-то, например. Вот это все запрещено. Босиком запрещено. Вот. Ну, какие-то такие простые правила. В общем, чтобы никак не навредить этому храму. Ну, а с этой стороны он, со стороны входа, гораздо темнее, чем со стороны выхода метро. Вот. Ну, вот Юля говорит, как раз-таки таким она его представляла. А я его представлял просто менее большим. Вот. С той стороны он еще больше, кажется. Проверка, как в аэропорту пройдено. Буквально за пару минут мы это сделали. Максимум там больше 5-10 минут постояли. 5. Прямо сейчас будем заходить. Да, все, больше ничего. Вон. Да, очень красиво. Никто не спорит. На мелких деталях. Да, да, да. И здесь все рассматриваю. Да, очень. Вообще вот Гауди такое вот про мелкие детали. Потому что, в общем, оно так как-то... Про природу. Что-то это... Такой смотришь, думаешь, о, что-то такое необычное. А потом начинаешь всматриваться в это все. И прям вообще, конечно. Это же все прям продумано. До мельчайших там, не знаю, подробностей. А, вот вход, да, уже. Ну и, конечно, самый торжественный момент. Будем входить вовнутрь. Ой, прям солнышко светит. Красиво. Так. Ого, вот это он здоровезный. Вот это, конечно, масштабы. Не знаю. Может, да, такая раковина. Так. 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 Я не ожидал, что прям честным госпожком будет роваться. Все переливается, какими красками. Да, и строение вот этих колонн. То есть это не просто такое, а как дерево получается, раз-раз и расходятся. И мы уже говорили, что это все долго не простоит, что ты делаешь, не надо такое проектировать. А он на самом деле семибальная... Что-что? Да, он же сам здесь и похоронен. Да? Я даже не знал. Вот это он там? Под этим, как это называется? Алтарем, да? Под алтарем, да? Да, если не ошибаюсь, где-то вообще. Вообще. Да... Я не знаю, что будет, когда достроят, что изменится внутри или уже ничего. Но, конечно, как современный храм, он выглядит прям очень достойно. Ага. Что его хотят приравнять даже к лику святых. А, к лику святых. Ага. Типа это уже обсуждаете. Ну вот. Он действительно очень много сделал для Испании. Он не просто такой высокий. Он еще и очень глубокий. Вот по сути храм под храмом. Обалдеть. Конечно, красотища. Ну, субботу и воскресенье здесь можно попасть как на службу. На службу? Ага. Да, бесплатно. Кому вот... Надо лайфхак. Идите на службу бесплатно. Но не знаю, насколько очередь здесь большая. Ну, в принципе, у нас такой возможности по времени не было. Это орган. Трубы его. Ой. Мы тут с Юлей гадали, как же правильно сделать фотографии. Тут специальное зеркало установлено. Вот. Для того, чтобы фотографии получились крутыми. Ну, а посмотрите, какой вообще свет сейчас такой. Желтый-желтый. Да вообще говорят, что лучше всего на закате приходить. Это все из-за вот этих витражей. Прям класс сейчас. Как говорится, золотой час вот лучше всего в это время приходить. Ну, почти во время золотого часа сейчас. У каждого возникают разные ассоциации с этим храмом. Юля говорит, ей похож на белый храм. Мне очень похож на мечеть в Абу-Даби. Ну, в смысле, я не знаю, чем похож. Чем-то. Каким-то цветом, светом. Ну, чем? Ну, вообще, похоже, да. Вот день, там ночь. Можно сказать, лето, зима. Вообще, что их объединяет? Это новострои. Правильно. То есть, это не в какие-то там древние времена было создано. Этот вообще до сих пор строится. Ну, и белый храм до сих пор строится, в принципе. Смотрю на это все и думаю, ну, костел мне это только напоминает по строению. То есть, вот эти витражи, вот эти высокие потолки, назовем это так. А так, ну, как намоленное место, не похоже, да? Нет такого трепета. Да, туристическое, вот не знаю почему. Ну, может, да. Вот Юля и рассказывает, что он вроде как не особо и верующий был. Ну, и такие формы. Поэтому, да, такие формы, необычные. И вот, ну, не знаю, что-то нет в нем такого прям. Трепета перед чем-то таким, не знаю. Ну, то, что красиво, это прям без формы. О, башня. Это кошки. Это кошки. О, орган заиграл. Девчонки. О, е-е-е. Будем двигаться в сторону выхода. Здесь получается, что вот эта очередь на басне кто поднимается. Но у нас не было возможности. Я же говорю, билеты. Билетов не было уже. Вот на ближайшие там 4-5 дней. И это при этом вообще не сезон сейчас, ни разу. Пойдем продолжение осмотра. Континюон ла визита, континюон зе тур. Ой, такое солнышко. Тут тоже что-то? Вот тут прям видно, фасад он белый, белый тут все такое. То есть вот это прям новое-новое построенное. С той стороны хоть темненький камень еще. А, здесь просто показаны подсвечники. Какие они. И все, ничего такого. Выходишь, а-а-а. Ой, красивые колонны, конечно. Да, тут грусть, смерть. Распятие. Мы обходим фасад для того, чтобы сфотографироваться. Вот. И тут мы видим просто, вот видите, колонны, арматура. В общем, работы ведутся, ведутся, ведутся. Прочитал в Википедии, что когда будет закончено, там прям четенько написано. Говорят, может быть в 30-м, может быть в 35-м, может быть в 40-м году. Вот. А может быть еще отложат это завершение строительства. Ну, судя по тому, что колонны еще не залиты, не знаю. Либо им... Специально так строят. Да, либо им приглашать строителей из Дубая просто, чтобы это все быстренько сделали, четенько. Там, я думаю, Дубай, дубайцы, они так за вот этот промежуток, сколько это говорят, 10-15 лет, да, еще. Они за это время так тут целый район таких храмов, если отстроить сумеют. Вот. Только дайте им чертежи, главное, что делать. Ну, вообще-то фишка, конечно, храма. Фишка в том, что он всегда строится. И все. Это же испанцы, они не спешат никуда. Такой менталитет у них тоже. Мы все ходим, ходим, ходим вокруг храма. Дело в том, что у нас есть такой чудесный фотоаппарат. Инстакс называется. Вот. И получается вот такие вот фотографии сразу на месте распечатываются. Мы с той стороны фоткались, и получается, что солнце, видите, бьет прямо сейчас в храм. С той стороны все темное, прям фотка темная-темная, повыбрасывали. С этой стороны вроде как получше, но люди здесь тоже темные. Короче говоря, вот вспоминаем вот эту историю, когда еще были пленочные фотоаппараты. Вот. И так, конечно, качество было совсем другое. Сейчас вот Юлю практически не видно, но храм главное видно. Тебе так сфоткать? Давай, я даже не знаю. Давай. Вообще, я по пояс не люблю фотки, конечно. Давай. Давай. О, там кто-то работает, выдувает что-то. Вот она фотография моя. А это фотография Юлина уже проявилась. Вообще, надо уметь настройки эти все включать. А нет. Нет, так оно и есть. Уже не зря есть. Даже и макро, и лайтдей, и таймерка. Ладно. Ну, посмотрим. Ну, тебя видно, как будто светлее уже даже под деревья. Может быть. А может быть засвечено наоборот. Видишь, храм у меня. Вот чем фишка. Ну, сейчас посмотрим. Буквально пару минут проявится хорошо уже. Мы тронулись. Нам необходимо доехать до станции Джоаме-1. Альфонс-Х есть, смотрю, станция. Лука-Майор, Марагал. В общем, ничего прям интересного и нет. Как там фотографии? Какая лучше? Что-то, 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 да? Сторона Рождества и сторона. Сторона. Как страсти, развлечения. Только наоборот. Вышли из метро, и вот какая красота сразу перед нами. Готический квартал. Ой, сори. Грати. Или как оно там по-русски? По-французски. О, красивые улочки. Да, конечно. Барселона очень разная. Но везде как-то вот... Везде интересно по-своему. Я, честно говоря, не предполагал вообще, что Барселона такая. Но мне нравится, в принципе. Мы идем в сторону церкви. Это кафедральный собор, да, сейчас будет? Нет, видимо, сначала поездка. А, мы идем в пиццерию. А я уже кафедральный собор ищу. А это что такое? Площадь какая-то, не знаю. Пласса де Сан-Джау-Мэ. В общем, на каждой площади. Вот такая вот табличка установлена. Поэтому очень легко понять, что это такое. Мы же зашли в вот такую пиццерию Денани. Посмотрите цены. Короче, это маленькая, это большая пицца. Вот. Ну и тут, короче говоря, выбор огромный на самом деле. У меня просто уже слюни потекли. Я что-то есть захотел. Мы на TripAdvisor нашли это место. Тоже в готическом квартале находится. Вот. Как раз-таки возле вот этой площади, где флаги висят в Каталонии. Вот. Называется пиццерия Наполитана. Ну, прикол в том, что у них только места такие вот на баре. Но это самое. Но классно, что в печи делают. Вот. Ладно, сейчас посмотрим, какая она будет. Вот что самое главное. Буквально пару минут и заказ оказался готов. Прям, не знаю, самая быстрая пицца в моей жизни. Не знаю, мы пока заказывали, он уже готовил. И буквально печь у него настолько разогрета, что это все готовится моментально. Да, минуту мне тоже кажется. Это прям вообще какой-то феноменально. Даже песня не успела одна проиграть. Так. Ну да, хорошее видно сразу по тесту. Смотрите. Опа. Вот вам и пицца. Сто пудово, что Башелон и город контрастов. Получается, что, например, вы можете заплатить там 20 евро спокойно за паэлью. И при этом, не знаю, взять две пиццы, две колы за там 11 евро. Короче говоря, поэтому в основном еда дороже здесь, именно кафе. Но можно найти очень хорошие варианты. Можно и кафе, где все по евро найти. Бар точнее, это бар. Там будут бургеры, например, по евро. Леха показывал. Площадь перекрыли. И какой-то мужик стоит, что-то кричит. Что хочет, не знаю. Может молится, может обращается к мэру. Вот. Я просто испанский не понимаю. Что он хочет, не знаешь? Может он к королю обращается? Но полицейские не напрягаются, стоят. Интересно. Ласточки и черепахи называется композиция. Зайдем сейчас. Мы прям уже видим, как это красиво. Не знаю, что это. Мы вообще в собор направляемся. Мы здесь. Короче, дом чей-то был когда-то здесь. Слушайте, ну я скажу честно. В таком доме только фильмы снимать. Или мне жить. Хотя я не хотел бы в таком жить. Что-то. Пойдем наверх? Да, да. Внутренний дворик. Мне очень нравится. Я бы в таком жил, да. Вид сверху. Посмотрите, рядом собор расположен. Пальма. Какие-то гремлины. В общем, все радости жизни для вас. Как называется. Нет, ну двор прям слишком уютный, если честно. Понимаешь, на самом деле, насколько это все древнее, старое. Как оно все это так сохранилось хорошо. Наверняка какие-то там реставрации были. Это наверняка. Все равно, конечно. Пальму-то не отреставрируешь. Ей уже сколько лет, чтобы такой вырасти. Перед нами уже кафедральный собор. Такой красивый, конечно. Ну, не настолько он прям выделяется, как святого семейства. Это есть у него такая достопримечательность. Называется реклама. Это вообще странность такая. Вот Юля мне показала. Я думаю, да, действительно, это очень интересно. Как на главном фасаде главного храма Барселоны может быть реклама. Мы подходим к знаменитому зданию. Зданию трех углов называется. Ну, на самом деле, если я это придумал, то это Скарри Поттера. Реально трех углов. Говорит честно. Да, ну мети даже. А, вон я вижу, да, стена. Это, наверное, туда? А здесь вкусняшки продают. Такая атмосфера хорошая здесь, потому что уже все. Сумерки наступают. Тишина. Фонари, правда, еще не зажглись. Вот с ними, наверное, еще красивее было бы. Прям, конечно, идешь. Тут какой-то антиквариат, галереи сплошные, современное искусство. Кроссовки продают, разрисованные за много-много евро. Какие-то, да, прям. Такой квартальчик интересный. Я всегда представлял, что в таких кварталах как бы и грамят людей, если честно. В Испании, Барселоне. Оказывается, нет, на огромном проспекте больше всего грамят. Какой-то мы бит-чоколейд купили. Бит-чоколейд. Бит-чоколейд. Чуросы. Горячие-горячие. Прям только-только сделали с шоколадом. Стоило это все 6 евриков. Вот. Вот так вот. Вкусные? Вкусные. Шоколад вкусный, главное? Сладкий. Сладкий? Странно. Типа как милка такое. Ну да, да, я понял. Милк-чоколад. Взяли. Ой-ой-ой, тут уже Рождество. Я не знаю, просто лето, кажется, да, уже Рождество. Это как вот мы в Дубае были. Тоже. Ну там погода была, понятно, просто теплая. А тут еще на календаре-то даже все, еще ого-го, сколько. Просто жареное тесто? Тесто во фридуре, да. Ну я так и представляла. Ну да. Ну ладно. Дай батя попробует, давай. Так. Смотрите, какая вкуснятина. Угу. Ну да. Тесто во фридуре. Ну, шоколад вкусный, прям не споришь. Ешь, ешь. День сегодня был тяжелый. Ранее. Сколько сего увидели. Вот. Но мы вообще едим очень быстро, потому что мы хотим зайти еще в этот собор. Ой. Пошли, выбрасываем и let's go, ушки. Вкусно очень будет. Все, мы внутри. Красивый, величина. Тут видно, да, старый. Старый собор очень. Костел. Что? Честно говоря, очень важно, то, что здесь не берут деньги за вход. Почему? Потому что вообще храм, это пожертвование, правильно, в первую очередь. А пожертвования они добровольно должны быть. В принципе, если собор святого семейства, да, там еще они строят, поэтому они деньги и собирают. Вот, ладно, а так вот даже кафедральный собор, там тоже билеты нужны, это странно. И загуглим вообще, где мы находимся. Санта-Мария-де-Ль-Пи. Да. Что это? Патриотическая церковь, а есть базилика. А. Мы вышли и смотрим. Здесь что-то такое, не знаем, куда идти, в общем. Тут проходим, а тут вообще непонятно, что происходит. Огромные какие-то гигантские фигуры. Зачем они нужны, интересно, здесь? Ну, в общем. Что там, просто молиться? А, ну не буду я тогда идти, снимать видео. Мы зашли в базилику Санта-Мария-де-Ль-Мар. Еще одно такое место религиозное за сегодня. Ну, это прям такое масштабное. Да, это масштабное, большое. Это Мари-де-Ль-Пи. Угу. То есть, такой древний-древний собор, базилика, точнее. Масштабное, красивое. Вот. Сидим, ну не знаю, мы 5-10 точно, отдыхаем, хорошее место. Вот здесь сразу видно, что ты как бы в церкви, в каком-то святом-то поместье находишься, на Молином. Сразу видно. Прям-то пахнет историей. Ну, когда-нибудь, возможно, и в этом соборе семейства тоже будет такое подобное. Ну, возможно. Вечерняя Барселона. Готический квартал. Такое вот. Видно уже выход недалеко. На самом деле превращаются все эти булочки в такое злачное место. Вот, посмотрите, направо, например. Оба! И никого. Вот я и думал, что так вот в таких улочках и грабят людей. Вот. Всякие сувенирные лавочки. Кстати, мы заметили, что самые дешевые сувениры, это вот как раз-таки в этом квартале. Да, готический квартал. Необходимо просто вот ходить по этим улочкам, бродить. Очень много магнитов за евро. Очень много местных. Кружки, да, тоже? Кружки дорогие, да. Четыре. В общем, цены приемлемые. И, ну, хотя до этого лучше промониторить, сколько они стоят. Когда приезжаете, заходите просто в свои магазины. Бывает такое, что там, например, написано, там, столько-то евро. Ты знаешь, что это дорого. Ты начинаешь просто даже уходить. Они все, давай торговаться с тобой. И меньше-меньше скидывают цену. Поэтому вот, если за сувенирами, то сюда прям рекомендационные. Все? В метро пойдем? А что это хоть за станция? Куда нам потом ехать, интересно. Друзья, будем идти в сторону метрополитена. Вот. Такой у нас был насыщенный день. Джейм, вам? О, мы, наверное, и приехали, да. Был такой насыщенный хороший, прекрасный день. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, всем здоровья, всем всего самого-самого прекрасного. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, нам будет безумно приятно. Наше путешествие, такое небольшое путешествие, продолжается. И надеюсь, что дальше будет очень много всего интересного. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok